Субтитры делал DimaTorzok Лен, я понимаю, нужно время для того, чтобы нам можно было об этом поговорить Я готов ждать, но нам рано или поздно нужно будет это все обсудить Но не надо делать вид, как будто мне не существует В том, что произошло, виноват не только я Нет, ну я, конечно, в большей степени, но это несчастный случай Никто не знал, что так произойдет Антошка остался один просто Я тебя ненавижу Я тебя ненавижу Я тебя ненавижу Где наш-то? Ой, Андрюш Ты только не нервничай, ладно? Что случилось? Я составила резюме и уже его отправила Ну, ты можешь как-то заранее предупреждать, а? Ну, мы же с тобой все уже обсудили Хочешь здесь поговорить, сейчас, да? А когда? И где, если ты постоянно уходишь от этой темы? Алевтина Семеновна, здрасте! Добрый день! Пойдем, Антош! Ну, пойдем! Смотри, он опять что-то натворил С чего ты взяла? Ну, влюнь на него Антош, привет! Привет! Ну, что же ты, Антон, не рассказываешь родителям, как твои дела? А что случилось? Что случилось? Дело в том, что Антон сегодня укусил Глеба Так, Антон, за что ты его? За руку Да нет, я имею в виду, зачем ты это сделал? Так вышло Антон, ну сколько можно, а? Что с Глебом? С Глебом все в порядке, но ему наложили три шва, сами понимаете, что это значит Так, Антон, зачем ты это сделал? Не знаю, как-то само получилось Само получилось? Ну, я должна сказать, что Антоша очень хороший мальчик и у него много друзей, правда? Да Иди поиграй Пойдемте Дело в том, что родители Глеба написали заявление заведующим о том, что хотят оградить своего ребенка от общения с Антоном И я боюсь, что другие родители готовы сделать то же самое Антон гиперактивный ребенок Ему нужен, как бы это сказать, определенный подход Что вы предлагаете? Индивидуальное обучение Вы же собираетесь отдавать ребенка в школу Правильно? Ну, конечно, собираемся Вот К школе его нужно подготовить Он должен научиться хотя бы концентрировать свое внимание То есть вы предлагаете перейти на домашнее обучение? Да Во-первых, это будет полезно Антону А во-вторых, так все-таки будет спокойнее нашим детям И если вы меня правильно поняли и последуете моим советам мы дадим Антону хорошую характеристику Подумайте Спасибо Всего доброго Стой здесь, я поговорю с заведующей Так, Антоха, осторожно Сын Ну, что это такое? Не расстраивайся, Лен Что-нибудь придумаем А пока с Антошкой посидишь Да? Тем более, он на специально его укусил Он же извинился Ну что, выгнали тебя, Антош? Да, выгнали Не в этом дело, ты понимаешь, Лен Ну, а в чем? Дай В чем? Я не могу больше дома сидеть Я дурею, я с людьми разучилась разговаривать Попыталась посмотреть кино на английском вчера Я половину не поняла Ну, может, удастся как-то совместить Возьмешь учеников на дом Андрей, ты меня слышишь? Да Я не хочу работать дома Я вообще не ради денег хочу работать Ты понимаешь это? Для чего? Ну ладно, ладно, ладно Ну, придумаем что-нибудь Выкрутимся Что? Ну, не знаю Может Няню найдем С педагогическим образованием Подготовит Антошку К школе Лучше, чем мы Думаешь? Да уверен А то мы как-то не справляемся А где Антон? Антон! Антон! Стой! Антон! 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 Что с тобой? Все хорошо? Все? Да? Не болит нигде ничего? Смотреть надо, куда ели? Обалдели, блин! Родители у вас ребенок Без присмотра по проезжей части бегает вы! Антон! Господи! Скажи что-нибудь Мам, а что сказать? О, Боже мой! Лена! Саня! Ну, ты даешь! Ты сына не сбил только что! Да он выскочил! Вы что? Ну, детский сад же здесь! Ну, как-то аккуратно надо ездить! Да умрись как-то совсем! А ты что здесь делаешь? Мне же сказали, ты вроде в Питере живешь! Да я вот вернулся, у меня теперь здесь дела! Фух! Вот это встретились! Да, ну и погода сегодня! Погуляли! Не говори! Да нормальная погода! Сань, сколько мы не виделись? Лет восемь получается? Семь и три месяца! Да, время летит! Ну и куда ты пропал? Со всех радаров исчез! Да я карьерой занимался! Ну и как успехи? У меня фирма своя! Антон! Стой, Антон! Я догоню! Спасибо! Антошка! А ну стой! Куда ты убегаешь, Антоха? На уток посмотреть! Вообще-то мог бы и смс-ку на день рождения прислать! Ну я тогда переезжал многое, понимаешь? Только дело начинал! Ну проблем многое! А Андрей этого чем занимается? Строительством! У него тоже своя компания! Угу! А я вот забеременела и дома осталась! На хозяйстве! Уже лет пять, наверное! Домохозяйка, что ли? Скучно! Ужасно! Мам, иди к нам! Антош, не балуйся! Честно говоря, очень хочу на работу! Ну, осталось только вот няню Антона найти и… Андрюх, парень у вас бойкий! Да, сами не нарадуются! А у тебя жена есть? Да нет! Не встретил еще такой он, как Лена! Не женился! Ну что, пойдем? Антоха, не отставай! Сына! Давай руку! Я думал, у тебя уже трое, как минимум! А лучше четверо! Было б здорово, конечно! Вот тут все. Диплом об образовании, трудовая рекомендации. Лиз, я сразу хочу вас предупредить, у нас беспокойный ребенок. Из-за этого нас выгнали из сада. Именно поэтому я ищу няню, которая сможет с ним справиться. Вы не волнуйтесь, мне нравятся дети, с которыми не скучно. Можно сказать, что он беспокойный, а можно, что живой, любознательный. Вы знаете, я, честно говоря, сама такая же была. Я, когда на Чикалово жила, мы переехали, мне десять лет было. И у нас такая во дворе ракета стояла. А какой номер дома? Седьмой. А подъезд? Первый. Квартира? Третья. Соседи. Я жила во втором подъезде, в восьмой квартире, пока замуж не вышла. Антош, иди-ка познакомься с Лизой. Поздоровайся. Здравствуйте. Привет, Антон. Ну что, идем мыть руки и есть творог? Не, я не буду творог. Антон, надо. Это полезно. Антон, а если я тебе на твороге котика нарисую, будешь есть? Буду. Тогда вперед, на кухню. Ну, пошли. Ой, ой, даже боюсь предположить, кто это. Малыш, привет. Привет. Ну, что такое, что случилось? Что за встречи такие срочные? Сашенька, прости меня, пожалуйста. За что? Я… Что такое, что случилось? Я долго думала и поняла, что я не смогу это сделать. Так, начинаются чудеса. Пойдем-ка. Почему? Ты понимаешь, Лена, ну, жена Андрея, она… Вчера мы с ней разговаривали. И что? Она очень хорошая. Я не могу переспать с ее мужем. Ну, во-первых, мы же ей не скажем, правильно? Во-вторых, Лиз, нам очень нужен компромат на этого Андрея, понимаешь? Я понимаю, это не самый красивый поступок. Ай, как же. Присядь. Присядь, присядь. Пойми, нам надо выбирать сейчас, что для нас с тобой важнее. Семейная жизнь этого, я извиняюсь, козла или наше с тобой счастье, понимаешь? И выбирать нужно сейчас, потому что через неделю он обанкротит мою фирму. И у нас такие с тобой проблемы тогда начнут. Черт, я… Если ты считаешь, что недостойным, то я… Саша, хорошо, я все сделаю. Только… Что? Мне кажется, Андрей не станет ей изменять. Ух ты, почему? Он любит ее. Девочка моя, я тебе уверяю, соблазнить можно любого абсолютно мужика. Ну вот любого, серьезно. Просто действовать нужно с умом, понимаешь? Естественно, если ты будешь к нему липнуть, флиртовать, глазки строить, конечно, он что-то заподозрит. Конечно, он подумает, что ты захочешь к его деньгам подобраться или что-то такое, понимаешь? Как надо. Да проще. Ты ему предложи выпить. Тем более я знаю, что он выпить не дурак. Хотя пытается это скрыть. У него там даже проблемы какие-то были, то ли мать у него алкоголичка, то ли отец, ну, в общем, это не важно. И потом все, в лоб, прямо. Мол, люблю, хочу и так далее, и подобное, та-та-та-та, понимаешь? И все, бери инициативу в руки. Хорошо. А Лена не узнает? Ну, конечно, нет. Ты же сама сказала, что он ее любит. Попытается замести следы, конечно. Ладно. Поцелуй меня. Значит так, я попытаюсь выманить ее из дому, а ты – дети твой. А как ты ее выманишь? Ну, не думай ты об этом, это не твоя забота. На тебя и так уже навалилось столько, девочка моя. Все. Андрей, подождите! Что случилось? Вы забыли телефон. Ой, спасибо большое, вы меня так выручили. Вы все время заботитесь обо мне, Лиза. Спасибо вам. Так, ключи здесь. Записная книжка в машине. Вечно все забываю. А вы мне говорите, я буду напоминать. Я всегда все помню. Лиза, спасибо вам большое. Вы такая внимательная. Вы прям наше спасение. Удачи с работой. До вечера. Лиза, я на собеседовании. Антон вот-вот проснется, я его вчера вечером предупредила о том, что меня утром не будет, но, если что, вдруг вы мне звоните. Хорошо. Лиза. Да? Суп в холодильнике? Я вас умоляю, пускай он хотя бы две ложки съест в обед. Конечно, вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Угу. Я на связи. Ни пуха ни пера. Давай! Давай! Ну, давайте want to session! Привет, это я! Привет, Милая! Все хорошо, они оба уехали. Можешь приезжать. Ну, отлично. Малыш, где? В своей комнате, а что? Да ничего, просто он не должен меня увидеть, понимаешь? Парень бойкий, может что-нибудь сболкнуть. Так, давай так, ты во сколько его спать кладешь? В час. Ага. Ну, я где-то в это время буду. Сашенька, только ты в ворота не звони. Ну, конечно, не стану. Ну, я СМС-ку тебе сброшу, когда буду подъезжать, хорошо? Саш, я боюсь немного. Не переживай, все будет хорошо, я тебе обещаю. Все, целую тебя. И я тебя. Я соскучилась. Я тоже. Ладно, давай, пока. Антон, Антош, ну прекрати. Я не хочу спать. Я не хочу спать в этой пижаме. Почему? Она девчонка. Видишь, вот собачка. С чего ты взял, что она девчоночка? Собачки всем подходят, и мальчикам, и девочкам. Ложись. Ложись. А знаешь, что по девчоночке? Что? Капризничать из-за одежды. Если будешь так дальше себя вести, станешь похож на девчонку. Не стану. Ложись и закрывай глазки. Хорошо. Спи, Антош, спи. Ложись и закрывай глазки. Ну, куда ты побежал? Подожди. Пойдем, пойдем. А ты машину где оставил? Да на соседней улице там. Ты не представляешь, как я скучала по тебе. Я тоже. Да, 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 да. Саша, спальня там. Вот оно, наше счастливое семейство. Не отвлекайся, поторопись, пожалуйста. Ты же моя трусиха, не волнуйся, все пройдет на высшем уровне. Ага. Ага. Там? Да. Ну, идем? Так, что-то. Ага, вот так, да? Ну, ясно. Значит, Лиза, запомни самое главное. Когда все получится, просто забери камеру. Поняла? Ладно. Молодец. Так. О, вот здесь можно. Среди вот безделушек вот этих. Да? Лиза, что такое? Что с тобой? Саш, я очень тебя люблю, но... Ну, я тебя тоже, но... Я на все ради тебя готова, но тут такое дело. Ты уверен, что нет другого способа? Уверен, Лиза. Иди сюда. Девочка моя, ну, неужели ты думаешь, что если бы был такой способ, мы сейчас вот этим вот всем занимались, вот этим? М? Ну, вот видишь, сама прекрасно все понимаешь. Ты же умница. Если бы этот гад разрушил только мою жизнь, я бы еще как-то, как-то пережил, смирился. Но сейчас и ты пострадать можешь, ты понимаешь? Я поняла. Я все сделала. Молодец. Ты главная камера, он не забудь. Лиза, я проснулся. Ты где? Антон проснулся. Лиза, подожди, постой. Подожди. Чего ты? Ну, он всего лишь проснулся. Он же не плачет. Чего ты? Ты не представляешь. Он когда не спит, за ним глаз да глаз нужен. О, как. Он или в розетку полезет, или еще что-нибудь. Ну, ты ж посмотри, какой энергичный детеныш, а? Наши дети такими не будут. Ладно, он, пожалуй, подождет. Я тебя лучше провожу. Я приехал. Папа, папа приехал. Антошка, привет, как ты тут? Привет. Ну что, как дела? Хорошо. Как ты себя вел? Отлично. А это мы сейчас у Лизы спросим. Лиза, как вел тебя этот хулиган? Лучше всех, сам игрушки убрал. Да ладно, а ну дай пять, мужик. На. Молодец. Лиза, а вам отдельная благодарность за педагогические заслуги. Спасибо. А что, Лены нет? Вот она. Она только что приехала, что ли? Как видите. Ее не было весь день? Получается так. Добрый вечер. Беги к маме. Привет. 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 Ты что, только что приехала? Да. С самого утра? Ну что, Антон, пойдем дальше. Весь день, что ли, потратил? Сейчас я расскажу. Ой, Господи. Все-таки я отвыкла на каблуках ходить. Осторожно, не торопись. Почему не торопиться? А то, что можно оступиться и упасть. А, понятно. А не обязательно так рано спать? Ничего не рано, уже вечер. Кажется, они ладят. Да. Ну и как собеседование? Меня не взяли. Сказали, что мало опыта. Ты знаешь, я решила не отчаиваться и обошла практически все школы в центре. Упрямая. И что? Понятно. Ну, ты, главное, не расстраивайся. Ты ж всего один день потратила. Одна школа попалась вообще странная. Частная иностранных языков и с буддистским иконом. Ну, все будет хорошо. Ты, главное, не спеши. Найди что-нибудь достойное, приличное. Ну, а не получится, пойдешь ко мне на фирму, переводчиком. Я к тебе не пойду. Продолжи свои поиски. Пойду, Антошку проведаю. Давай. Идите, Лиза, я сама уложу. Да, конечно. Спокойной ночи, Антон. Спокойной ночи, Лиза. Хороших тебе снов. Ну что, чем вы сегодня с Лизой занимались? Играли, читали. Так, а что читали? Стихи читали. Мы даже один сочинили. А, расскажешь? Расскажу. Давай. Только на ушко. Гуляем мы с Лизой во дворе. Скучаем мы, мама, по тебе. Иди работу побыстрее и возвращайся поскорей. И дальше. Люблю я, мамочка, тебя и буду ждать тебя всегда. А дальше забыл. Ну ничего страшного. Давай ножки. Давай, ну бочок. Буду спать. Закрывай глазки. Лиза, у вас что-то случилось? Да нет, это так, извините. Вы плачете? Поговорите со мной, пожалуйста. Вас обидел кто-то? Да нет, просто грустно как-то стало, соскучилась. Вы по дому соскучились? У вас выходной скоро. Нет, не по дому. По мужчине? Да. Знаете, я так его люблю. Просто передать невозможно. О-о-о-о, да. Первая любовь, она такая. Да. У него сейчас трудный период, ему моя помощь нужна. Я так за него волнуюсь, просто передать невозможно. У него проблемы на работе, и я вроде бы понимаю, что лучше сейчас не мешать, а с другой стороны так хочется быть возле него, чтобы поддержать. Я прекрасно вас понимаю, у меня тоже была первая любовь. Тоже очень хотелось находиться рядом, постоянно. Вам это удавалось? Да? Мы жили в одном дворе, и с детства знали друг друга, а в пятом классе покляли, что поженимся, когда нам исполнится восемнадцать. Но я встретила Андрея. А тот, которого вы любили? Сказал, что не может видеть меня с другим мужчиной, бросил институт и уехал из города. И все, больше вы не виделись? Вот, совершенно случайно, недавно встретились. И вы знаете, Лиз, я ничего не почувствовала, не ёкнула. Как будто вообще ничего не было. Пойдемте пить чай, Лиз. Не расстраивайтесь. Это жизнь и всякое бывает. Но у вас все будет хорошо. А если нет, то очень хорошо. Проблемы закончатся, любимого все наладится, и вы будете счастливы. Обязательно. Спасибо. Спасибо вам. Вы такая добрая. Андрюш! Оу! Андрюш, иди сюда. Что? Меня пригласили на собеседование. Ага. А куда? Эта школа при институте романо-германских языков приглашает преподавать английский язык, причем на полную ставку, и ставка отличная. Класс. Когда собеседование? Сейчас. В смысле сейчас? Они до которого час работают? Школа работает до семи, но директор позвал меня в центр. Я встречу уже подтвердила. Странно, может он тебя не на собеседование, может он на свидание тебя приглашает? Слушай, ну не говори ерунды, он меня в глаза ни разу не видел. Прочитал резюме и понял, что не стоит ждать до понедельника. Мне эта идея не нравится, я не хочу, чтобы ты куда-то ехала. Понятное дело, что не нравится, потому что это реальная возможность получить работу. Не начинай только, ладно, про работу? Что не начинай? Ты же сам говорил, что не хочешь, чтобы я работала. Говорил? Что Антохе через два года в школу, что нужно будет с ним заниматься, уроки делать, что для этого мне придется уволиться. Ну, говорил? Ну, говорил. Ну, я же потом согласился, что тебе нужно работать. Правильно? Я тебе предлагал работать у себя. Предлагал переводчиком. Вот именно, что у тебя, чтобы быть постоянно под твоим присмотром. А тебе главное подальше от меня работать, да? В чем это интересно, я тебе так надоел, что ты видеть меня не можешь? А вот этим вот самым, твоим постоянным, тотальным контролем. Да что ты такое говоришь? Ну, хочешь, поехали со мной на собеседование. Зачем? Поехали. Посмотришь, как все это происходит, поприсутствую. Какой стати? Убедишься, что это не свидание. Ну, давай. Не хочу. Ну, как хочешь, иди. Правильно, залий, Егоре. А еще лучше своей мамочке позвони, пусть она тебе компанию составит. Вот только не трогай мою мать! Ты же знаешь, через что ей пришлось пройти. Да не трогаю я ее, я ухожу уже. Да не трогаю я ее, я ухожу. Лена? Лен! Привет. Привет, а как ты? Откуда? Да у меня здесь встреча должна была быть, и не состоялась. Я вот полчаса зря прождала и… Слушай, второй раз вот так вот тоже случайно встречаемся. Прям мистика, да? Да бывает же. А у тебя время есть или торопишься куда? Может… Да… Нет, я понимаю, ты в кафе не хочешь возвращаться. Тогда прогуляемся, давай? Ну, рассказывай, что случилось. Тихо. Подожди, Лен, ты что, меня стесняешься, что ли? Ты меня стесняешься? Мы с тобой с детства знакомы. Ну, перестань, ну, правда. Давай. Да ну что, поссорились с мужем, я теперь чувствую себя виноватой. Хочешь мое мнение? Ну, чего молчишь? Хочешь или нет? Ну, давай. Не должна ты чувствовать себя виноватой. Вот, в принципе, не должна, понимаешь? Знаешь, почему? Почему? Потому что ты, Лена, самая лучшая женщина на земле. Ну, чего ты смеешься? Ну, так и есть, ну, правда. Вот, что бы у вас там ни произошло, что бы ни случилось, ты не можешь быть виноватой. Серьезно. А Андрей твой идиот. Нет, извини, пожалуйста. Ну, он не достоин у тебя. Серьезно, я же помню, как он появился. Цветы, подарки, стихи. Голову тебе скружил. Заставил тебя бросить меня. Саша. Что? Он никого, ничего не заставлял делать. А, видишь, видишь, он и сейчас тобой манипулирует. А ты этого не замечаешь, Леночка. Не должна ты быть с ним. Ну, не должна. Саша, ты с ума сошел? Приди к себе. Нет, Лен. Это я с ума сошел тогда, Лен, когда позволил тебе выйти за него замуж, когда уехал, когда думал, что смогу без тебя жить, забуду тебя. Вот как раз сейчас, Лен, я в своем уме. И я очень скоро все исправлю. Давай мы прекратим этот разговор. Я очень люблю своего мужа, и я ничего не собираюсь менять в своей жизни. Ой, Лен, Лен. Плохо, что ты знаешь своего мужа. Ну, ничего, ничего. Ты в этом скоро убедишься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мама, Лиза, 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 ты где? Лиза, 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 что вы тут делаете? Я слышала, вы с женой ссорились? Я ей не следовало упоминать мою маму. Это запрещенный прием. Вы отомстите ей. Прямо сейчас. Упала. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Саша... Сашенька... Саша... Сашенька... Что, Сашенька? Натворила делов теперь, Сашенька? Зачем ты так говоришь? Я все сделала, как ты сказала... Стоп! Я тебе не говорил ребенка без присмотра оставлять! Я просто радио-няню забыла! Я не виновата! Я... Саша, вот камера. Я все сделала, как ты сказал. Теперь Андрей не сможет нам навредить, да? А? Дура! Саша, что ты натворил? Вы же все делали ради этой записи. Я же переспала с ним ради этого. Ты переспала с ним для того, чтобы показать, с какой скотиной Лена живет. Это сейчас с нахрен никому не упало. Она же вас застукала всего. Лена же вас застукала, дура. Лена, ты знаешь Лену? Вот представь себе с детства. Что? А из-за тебя погиб ее ребенок. Саша, я не понимаю. Ты кому-нибудь говорила, что это я тебя к ним в дом подослал? Нет, никому. Саша, а как же мы? Нет, никаких мы разбегаемся, я тебя не знаю, ты мне тоже. Скучаем мы, мама, по тебе. Люблю я, мамочка, тебя и буду ждать тебя всегда. Иди работай по Москве и возвращайся по скорей. Леночка, пошли. Все уже в автобусе сидят. Я никуда не пойду. Я останусь здесь. Лена, ну что? Надо идти. Я никуда не пойду. Катюш, ты можешь идти. Я посмотрю за ней. Не волнуйся. Как ты мог? Почему ты меня бросаешь? Сама виновата была бы умнее, а я не знаю, что я. Значит, ты мне все врал? А? Врал? Говори, врал, что любишь. Значит, я нужна была тебе только для того, чтобы положить к нему в кровать. Ты меня слышишь? Слышишь меня? Почему ты молчишь? Ну, скажи что-нибудь. Возьми, возьми, возьми. Мужик, закурить не найдется? Твою мать, он ее убил. А, ну ты что? Да я тебе точно говорю. Она мертвая. Елки. Здравствуй. Елки. 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 Ну, это глупо. Делать вид, как будто меня не существует. Что, слова не скажешь, что ли? Елки. Музыка. Елки. Продолжение следует... Здравствуйте, вам какого? Здрасте, 95-й, пожалуйста Леш, вот что ты такой датый, за руль? Да я в норме, ты что? Прям в норме Это Михалыч, зараза! Давай еще по одной, еще по одной Нормально? Доеду Я если беззавод свой вовремя не доставлю, кирдык мне Это Михалычу можно, не вышел на маршрут, ну и ладно Не поехал, нормально А у меня ценный груз Здравствуйте Здрасте Вторая, 95-й, полный Ну и что там дальше? Так вот у меня ценный груз Не доставлю вовремя, все, попрут с работы Капитализм Слушай, дай чипсов каких-нибудь, закусить надо мне Держи О! Готово, возьмите ваш чек, карточку, счастливого пути Спасибо, до свидания Тогда всего хорошего Так что, шестичасовой получается не будет? Я же тебе говорю, Михалыч дома, классик Простите, вы сейчас про какой автобус говорите? В город? Какой же еще? Ну, про шестичасовой Его не будет? Нет, не будет А когда следующего? Ну, завтра, ясно дело, с утречка Если Михалыч не проспит, конечно Спасибо До свидания До свидания Так что, за чипсы рассчитываться будешь? Валюш, я в долг Лен, автобуса не будет, поехали Я на заправке узнал В общем, долгая история Там водитель запил Будет только утром Поехали Я не поеду Что значит не поеду? А когда до города добираться будешь? Попутку поймаю Попутку? Класс Я что, озря возвращался, что ли? А я тебя не просила Лен, пожалуйста, сядь в машину Ну, хочешь, не будем разговаривать вообще Я буду молчать В машину просто сядь и все Лен Три года ты избегаешь разговора Три года А сегодня дата смерти нашего сына Может быть, хотя бы в этот день будем вести себя нормально? Сядь в машину, пожалуйста Я отвезу тебя домой Да метро Сядь в машину Сядь в машину Сядь в машину Сядь в машину Ну, все, по-моему, приехали Пробка Ты куда, Лен? Лен, не надо, вот успокойся Я тоже хочу домой Надо немножко потерпеть Подождать Расскажи лучше, как живешь А моя жизнь три года назад закончилась Все Не надо, не начинай только, ладно? Со мной просился Ты-то сам как живешь? Расскажи, все хорошо? Подружку новую завел, все нормально? Ты о чем? Да вот об этом Давно она у тебя тут волосы распускала А я должна сидеть и ждать? И терпеть? Я всю жизнь, блин, что-то терплю, постоянно Лен, все, хватит, успокойся Не надо только валить все в одну кучу, ладно? Да, была у меня девушка в машине И что такого? Мы, между прочим, уже не женаты, давно И я живу, как хочу Вернее, как умею Девушка, вам помочь? Нет, спасибо Жаль Держи водичку, Лен Водителя выпустил Не надо Там бензовоз перевернулся В общем, пока не ликвидируют угрозу возгорания, никто никуда не поедет Долго? Думаю, да, долго Они там специалистов вызвали, все перекрыли Если до утра домой доберемся Так что возьми себя в руки А я без тебя не догадалась Ну, куда-то же она ведет, к другой дороге она ведет Это лучше, чем здесь сидеть и ждать неизвестно чего Я никуда не поеду Лен Стой, подожди Ну, подожди, ты, ну, обиделась, что ли? Лен, стой Стой Так, все, стой Ладно, хорошо, оставайся Ладно, хорошо, оставайся Лен, садись в машину Что-нибудь придумаем Не взвешивай консервативных решений Так что разу придется балансировать Переходим к местным новостям Как уже сообщалось ранее Сегодня из колонии строгого режима номер 197 Бежали два особо опасных преступника Разыскные работы ведутся на территории Субтитры создавал DimaTorzok Да, дела Ничего себе Похоже, все серьезно Так, так, так Ну, что? Да ничего Надо вызывать техпомощь Тут еще, по идее, не везде лоют Блин Алло Алло Да, здравствуйте Мы тут застряли Нужен эвакуатор Это Калужское шоссе Километров сорок Да, 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 да Где дорога перекрыта А, спасибо Да, дела Приедут? Ага Приедут Тогда дорогу откроют Они тоже к нам из города добраться не могут Я не могу с тобой здесь сидеть до утра Я не пойду Подожди, Лен Куда ты пойдешь, Лен? Стой! Лен, ну не дури Лен Тут степь кругом, да, Лен? Куда ты пойдешь? Я тебя не пущу никуда Не имеешь права Ты мне никто Как хочу, так и делаю За то, что придумал, как свалить, хвалил А вот дороги ты ни хрена не знаешь Че гнал, что местный? Я не гнал Просто мы честко с маршрута сбились Ничего Все будет нормально Не боись В поле я спать не хочу Я тебе говорю Я выведу нас к деревне Я здесь по студенчеству В походы ходил, я знаю Что, громотей, что ли? А что за деревня? Нормальная деревня Как раз какая нам надо Домок много Почти все пустые В хорошем состоянии Сколько до нее топать? Километров семь Давай Скоро деревня будет Да откуда ты знаешь? Да потому что, представь себе Я эти места очень хорошо знаю Мы сюда на третьем курсе В поход ходили Да помню ее Промокли, как собаки Под дождь попали Да Я помню Под этим самым дождем Костер разжег Как первобытный человек Что ты сделал? Костер разжег? Да ты руки в кровь и сцарапал За нос понахватался Костер он разжег Да, да Придумывай Ты что, подвернула ногу? Давай помогу Не надо Давай помогу, ты чего? Да не трогай ты меня Все остальное было зато Поход был Дождь был Да и мы дураками тоже были А ты сейчас не лучше Идея с походом, кстати, была твоя Да, моя А я не отказываюсь Я люблю эти места Меня в детстве родители в эту деревню Каждое лето отправляли К бабушке Она мне не родная, правда А зато баба Анфиса за мной ухаживала Парное молоко каждый день На речку отпускала Да я тебе рассказывал Не помню Да потому что не слушаешь Вот и деревня Что-то не похоже, что здесь кто-то живет Да Главное, что вон Дом бабы Анфисы на месте А так Конечно, все изменилось Похоже, что никто не живет И сколько лет ты здесь не был? Много Очень много Ни разу не приехал Навестить человека Который тебя вырастет Не стыдно? Стыдно Ой, не ври У тебя чувство стыда Атрофировано Что-то калитка открыта Баба Анфис Бабуль Кто такие? Добрый день Стой, где стоишь Бабуль, это я Андрей Ты что, не узнал меня? Вот только сейчас По голосу Прости, что с ружьем встречаю Услышала, что во дворе кто-то топчется У нас здесь безлюдно Одна я Мало ли на кого нарвешься Дурных людей развелось много Бабуль, это ты меня прости Я свалился, как снег на голову У нас тут машина поломалась Да, это Лена, моя жена Я тебе рассказывал, пока мы сюда шли Красивая Ладно, заходите в дом Проходите Обувь не надо снимать У меня по-простому А куда куртку повесить? Давай мне Андрей знает Я повешу У нас тут деревня лет десять назад была И все Одна и осталась Соседка моя, Валентина, померла в прошлом годе Я помру И закончится деревня Бабуль, ну что ты такое говоришь? Как же вы здесь одна справляетесь? Потихоньку Мне много не надо С ногой-то что? Подвернула У вас есть эластичный бинт? Я тебе примочку потом сделаю Бабуль, давай помогу Ты прости, что мы как снег на голову Без подарков Ну, как бы с пустыми руками В следующий раз приедем Я тебе обязательно все как положено Спасибо, что хоть сам явился Я уж и не ждала Думала, помру, так и не свидимся Бабуль, ты прости, что забыл Ладно, хватит извиняться Пошли руки мыть Кормить вас буду Бабушка Ну, что я тебе говорил Брошенная деревня Молодец, студент Да, да, да Видишь, только вон в одном доме окна светятся Какой-то старик уходит Наверное, последний жить Фу Главное, что на улице спать не придется Шевели поршнями Да погоди, ты, ноги гудят Ну, что там? Ты что, привиденье видел? Почти Я этих двоих за столом знаю Бабку нет Кто такие? Да, друзья детства Я их за них сел Ну, точнее, за него Правду говорят Мир тесен Меня ружье смущает Которое на стенке висит Видишь, у печи Так, может, не заряжено, слышь Так дрожит попугать Разберемся Ты давай По соседям пошвырнись Береженого Бог бережет А я Около окна побуду Давай, действуй Угу Вот Ты сало-то ешь Вкусное Смотри, он твой наворачивает А ты что Фигуру бережешь Я ем Ну, вот и молодец Вы, значит, в городе живете Угу В квартире, поди на верхотуре Нет, у нас свой дом Угу, дом Угу Дом это хорошо И живность есть Нет К сожалению Я все хочу собаку завести А вот Жена против Понятно Ну, живность это хорошо Я вот Куры-поросеночка продала А теперь Скучаю А почему продали? Здоровья нет ухаживать А вы молодые Вам надо Да и детишкам полезно С живностью играть У вас детишек-то сколько? Анфиса Григорьевна Спасибо большое Я Наелась Что это она? Я что-нибудь не так сказала? Бабуль, ты прости меня Это я Забыл просто предупредить Ты про детей При Лене Не говори, пожалуйста Просто У нас просто сын погиб Три года назад О, Господи Ой, ну что же я дура старая Ой, ну что ж ... Ну что Ой, ну как Ой, ну как Андрюш, ты что думаешь, я совсем старая стала и ничего не вижу? Это ты о чем, бабуля? Не лады у вас с ней. А передо мной тут игры играете. Догадалась? Ну, не слепаешь. Мы после смерти сына расстались. Совсем? Ну, да. Сегодня просто совершенно случайно встретились, ну, почти случайно. Встретились на кладбище и, в общем, она винит меня в смерти сына. Тихо. Или зарежу. Поняла? Ну? Что? Ну? Пойду поищу ее. Вот. Спокойно. Идем в дом. Не дергайся. Так, молодец. Молодец, девочка. Стоять. Заходи. Лен. Тихо. Тихо. Спокойно, друг. Спокойно. Руки поднял, чтоб я видел. Давай в угол. Медленно. Потихоньку. Потихоньку. Привет, бабуль. Саня. Не ожидала? Ну-ка, стоять, стоять. Стоять. К двери пошла. Хорошая у тебя знакомая. Одобряю, Сань. Первая любовь. Да что ты. Тронешь ее. Я тебе знаю, что сделаю. Рот закрой. Сань, ну что ты так-то? Неинтеллигентно. Извините, не успели поздороваться. Привет, бабуль. Чего молчишь-то? Чего, оглохла, что ли? В доме есть кто-нибудь? Ну, вот и ладненько. На постой возьмешь, бабуль? Саша, что происходит? А чего ты удивляешься, Леночка? Да, посадили меня. Вот только скучно стало. Сбежал. Скучала по мне? Еще как скучала. А теперь угомонились. Вечер воспоминаний закончился. Этому кляпы в сарай. Чтоб мне глаза не мозолил. А эту свежи. Не доверяют дамам. Бабуль, готовь на стол. Ужинать будем. Телефон где? Это оттенцовый. Ужинать. Да не дергайся ты. Будешь тебя хорошо вести. Может быть, выживешь. Давай. Не назлю меня. Зарай это всё. Поехали в другую сторону. Поехали так же. Поехали. Ох, как! Очень-очень. Ну, я тут садился. Ужинать меня. Целью был... Бабусь, водочки давай Водки нет, самогон О, еще лучше Сань, самогон будем? Да Руки не затекли Чего ты там возишься? Саша, что вы с нами сделаете? Не волнуйся, все будет хорошо Заботливый какой Телефон забрал? Естественно У нее тоже забери Где? В сумке Городские? Да И чего вас сюда занесло? Машина поломалась, мы хотели переночевать Далеко машина? Часа полтора ходьбы Да что ты говоришь Машина это хорошо Санек, присаживайся, похавай В ногах правды нет Сейчас, сейчас Значит план такой Слушай меня внимательно Мы сейчас хаваем Отдыхаем А утром каждый разбегается по своим делам Если никто дергаться не будет Мы с Саньком никого не обидим Усекла? Вот и молодец Умница Сань, извини Твою подругу за стол не приглашаю Давай будем Уху Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да Ты чего вскочил, Санек? Так она Пожалуйста Ну чуть-чуть можно ослабить руки? Они затекли Больше ничего не расслабить, а Сиди и не рыпайся А ты тоже с людьми пускай Первая любовь А то запрыгал он Слышь, Сань А где ты такую цыпу подцепил? Школенности учились? Да Да Вот такая, сука, жизнь Ты в бегах А она с мужем на тачке Ничего Ничего, Санек Еще посмотрим, как оно все обернется Бабуль А у тебя сортир-то есть или под кустик ходишь? Имеется По тропинке налево за дом Сань Ты давай не расслабляйся Поглядывай за обеими А я пойду, пока муженька ее проведаю Ладно Саша, он же ему ничего не сделает Саш Не знаю Ну, как ты тут, Орел? Ну А таким ты мне больше нравишься Отдыхай Бабуль Саш, ну что ты? Что ты сидишь? Ну сделай что-нибудь, пока его нет! Да что сделать, Лен, что сделать? Саш! Ну развяжи меня, а? Нет, нет, прости, я не буду тебя развязывать, понимаешь? Череп, он, он может не так понять, это точно! Саш, пожалуйста, я тебе обещаю, он ничего не поймёт, я буду вести себя тихо-тихо, Саш. Ну, Сашка. Нет, Лен, прости. Да подожди, мне тебе объяснить надо. Мне надо, чтоб ты меня выслушала. Я тебя слушаю. Это важно. Говори, говори, я тебя слушаю, всё что угодно говори. Бабка, туда, быстрей. Сиди тихо, нам поговорить надо. Саша, я тебе обещаю, я дам показания, что ты был под давлением этого… Черепа. Черепа. И что ты помог нам с Андреем. Я тебе обещаю, он это подтвердил. Не всё так просто, Лен, не всё так просто. Саша, если мы сейчас вызовем полицию, всё можно исправить. Послушай, Саш! Да подожди, подожди. Не-не, я в тюрьму не сяду, слышь меня. Я не для этого сбежал, чтоб обратно сесть. А для чего? Для того, чтоб потом всю жизнь бегать? Да чтоб тебя увидеть. Я просто не предполагал, что всё так быстро случится. Понимаешь? Это знак, Лена, знак. Какой знак, Саш? Что ты здесь оказалась? Не, Лен, видно, никуда нам друг от друга не деться. Я ж это знал с первого дня. Как вот только тебя увидел, знал. А ты тогда что-то сомневалась. Детская любовь поболит, пройдёт. Не, Лен, ничего не пройдёт. Это муж твой пройдёт, семья пройдёт, дети пройдут, всё пройдёт. Время тоже пройдёт. А мы с тобой навсегда. Саша, ну ты чего? Ну, прекрати. Санька. Ну, сколько можно? Ну, отпусти меня уже. Ну, в чём я перед тобой виновата? Ну, что ж ты за дурали-то там? Я ж из-за тебя человека убил, Ленка. Что? Это я три года, все эти три года я хотел тебе объяснить всё. Я ж рассказать тебе хотел, признаться. Меня ж совесть мучила, ты не представляешь как. Саша. Это из-за меня погиб твой сын, Лен. Я ж тогда напился и всё с Лизой произошло. С какой Лизой? С нашей Лизой? Представляешь, какой пород. Это ж я к вам, думаю, её подослал, чтобы она с этим, твоим этим, Андреем замутила. Я ж не знал, я ж хотел просто, чтобы тебе глаза открыть, как кое-то. Я ж не хотел, Лен, я правда не... Я не хотел, я ж не знал. Она... Лен, я ж хотел, для тебя старался, Ленка. Я... Это несчастный случай. Меня ж из-за неё посадили. Ну что, нагулялся? Ку-ку. Ну чего ты такой неугомонный? А-а-а? О-а-а-а... Ух. 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 Чего ты молчишь, Леночка? Так, кто-нибудь ради тебя такую кашу заваривал? Убери руки! Да ладно! Убери свои руки! Иди сюда, ты же этого хочешь! Убери руки! Ну давай, Лена, ну что ты, я же люблю тебя! Не трогай меня! Ты что же меня любишь, Лена? Лена, перестань! Да что ты делаешь? Отпусти, отпусти! Что ты делаешь, Лена, подпусти! Ну ладно, Чего-то, перестань, Лена, ничего не делаешь! Стойди от нее, я сказала! И ты уймешься бабкой или нет? Угу! Нет! Нет! Анфиса Григорьевна! Анфиса Григорьевна! Анфиса Григорьевна! Евгений Григорьевна! Саня! Сань! Посмотри, какой я тебе подарок принес! Твой мать Череп, ты чего, его грохнул, что ли? Да не кипишуй, живой он. Фух ты. Слушай, Сань, а почему он развязанный вокруг дома с дрыном бил? Развязался. Развязался? Так может замочить его, чтоб он под ногами не путался, а? Да ты чего, Череп, на хрена нам проблемы эти, ты чего? Ладно, ладно, я еще не решил. Череп. Короче, я сказал, я еще не решил. Андрей. Так я не понял. Что за дела, Санек? Почему она по дуру бегает? Я же тебе наказал следить, Саня. А где старуха? Тут. Тут это. Короче, Череп, она сама полезла с ножом на меня, я просто... Череп, ты что ж делаешь, гад? Ай, я ж для тебя стараюсь, падла. Ты высказался? А теперь без соплей отвечаю. Чем тебе помешала бабка? Я ж тебе говорю, она сама, она с ножом на меня полезла, а я хотел просто нож забрать ей. Она как взбесилась, будто, ну, Череп, ну... Не будет тебе фарта, Сань, истеришь много. Короче, этих двоих в сарай с трупом бабки разбирайся сам. Это твой косяк. Да, Череп, ну... Давай, действуй. Ты что, куда живи, ну-то? Не знаю. Поля кругом. О, я... 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 Это я, Андрюша. Прости меня, слышишь? Прости. Прости. Это что? Что? Если бы не мое тупое упрямство, если бы не эта дурацкая гордость, в нашей жизни не появился бы этот амбал. Антош был бы жив. О, господи. При чем тут Сашка-то? Какое он отношение имеет к смерти Антошки? Самое прямое. И к твое измене, и к смерти Лизы тоже. Светает череп. Вижу. Не кипишуй, Санек. Сейчас двинем. Так а куда двинем? Может, к машине их попробуем завести, поедем? А если не заведется? Ты в тачке хорошо разбираешься, а? Не особо. Ну, так чего предлагаешь? Так а если повезет? Шутник ты, Саня. Ты же не в казино повезет, не повезет. И предложение у тебя. Бабку прикончил. Чего я с тобой связался-то? Ладно, проехали. О друзьях твоих поговорить надо. Мочить их нужно. Обоих. Обоих, Сань. Твою первую любовь тоже. Ты же не хочешь, чтобы она нас дала? А она нас даст. Приступай. А я потом проверю. Лена. Леночка. Лена, что с тобой? Лена. 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 Лена Быстро ты с ним справился. Как там Санёк? Отдыхает. Помнишь хорошую поговорку? Если в начале на стене висит ружье, то в конце оно должно... Хорошая поговорка. Только не всегда работает. Ищи веревку, я позвоню в полицию. А что ж ты сделаешь? Убьёшь меня? Да нет, друг, ты поживёшь. И посидишь. Как положено. Свой срок и за убийство. За побег, за покушение на жизнь. На мою и Лену. Ага. Дай с ней попрощаться. Сейчас. Стой. Лена! 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 Ну, что ты молчишь? А что говорить? Прости меня. За всё. За Антошку, за Лизу, за эти три года. Лена! И ты меня прости. Сейчас полиция приедет и всё закончится. Не отпускай меня больше никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова